Так, ну чего потихонечку школы фигурного катания в регионах начинают все больше и больше радовать. Также, например, Пермь, в Казани подтягиваются, в Екатеринбурге какая сильная школа локомотив, также юность, там очень интересные сейчас девочки подрастают. Но вот что касается именно школы локомотив, там есть одна группа Антона Киселева, которая занимается не только одиночным, но еще и парным катанием. И ладно бы, да, вот если бы было это отдельно, то есть кто-то там занимается одиночным, кто-то парами. Но уникальность этой группы в том, что девочки, фигуристки, которые катаются по одиночным, они же и выступают в парах. Не все, конечно, но некоторые. В прошлом году мы уже говорили об этом на примере фигуристки Милана Амельченко, которая только вот откатала по одиночной короткую там произвольную программу. Через два часа она выходит катать в парной дисциплине, тоже короткую произвольную. Вообще там было буквально без перерыва. И сейчас вот похожая ситуация с еще одной фигуристкой Машей Некрасовой. А вот ее я вообще впервые вижу именно по одиночной дисциплине, потому что я ее постоянно видел в парах. Она выступает с Ваней Долгодворовым, о Кубках России появлялась. Пара, кстати, довольно неплохая, все задатки есть, но пока все элементы на соплях. Но тем не менее, просто сам факт того. Раньше, то есть, это было только вот в советские годы. Это можно было вспомнить, когда фигуристы выступали одновременно. И то там таких нагрузок-то не было. Кто там ишь тройные-то прыжки прыгал. И там, и там. А здесь и в парах фигуристки выступают, и в одиночном. И насколько это уникально. И главный результат это хорошее. И тройные прыжки есть. И я как и сказал, если в парах, мы говорим про пары, там потенциал есть, и на в парных элементах. Даже вот по одиночному Маша сегодня катала. Ну, замечательно короткая программа. Во многих европейских странах мечтают о такой фигуристки. Потому что она бы там стала чемпионкой спокойно. Так что это, конечно, очень здорово и уникально. Но в конце концов надо будет решать. Хотя, с другой стороны, просто когда есть соревнования, есть возможность и желание. Почему бы и нет, да, если, допустим, фигуристка на постоянной основе все-таки в парах числится. А тут вот соревнования одиночные, местные какое-то. Далеко не надо ехать. Почему бы, собственно, и не выступить? Как практика тоже подойдет. Ну, а так, конечно, вот это уникально. Особенно в настоящее время. Я даже нигде не припомню, чтобы вот такое было, когда фигуристки выступают одновременно и в парах, и в одиночных соревнованиях. Субтитры подогнал «Симон»!